Здравствуйте! Это новости в студии Евгений Нефанов. Сегодня в Омске. Продуктовая война. Основная проблема была именно по охлажденному мясу курицы. Смогут ли омские производители повлиять на рост цен? Бездомные пайщики. Жители этого дома живут буквально на строительной площадке. Как обманулись в сроках омичи? Патриоты города. Мне обидно слышать, что мы живем в регионе, который вызывают депрессивно. Каким изобразили Омск юбиляры? А также готовы ли омичи отказаться от европейских авто и одежды? И как раскрыли сговор страховщиков? Россия может запретить ввозить в страну европейские машины и одежду. Это ответные меры на новый пакет санкций Евросоюза, которые вводятся сегодня, 12 сентября. Как пишут ведомости, от новых санкций больше пострадают европейские, теперь уже экс-партнеры. Ведь по таким категориям товаров, как автомобили и одежда, они больше зависят от России, чем Россия от них. К тому же у глобальных автоконцернов есть заводы в разных странах. Теоретически поставки могут быть налажены оттуда. Что касается вещей, то сейчас 80% товаров производится в Азии. Попадут ли под санкции бренды Made in China, пока точно неизвестно. Мы спросили омичей, как они относятся к возможным запретам. Вот ответы. Преимущественно мужчины про машины, женщины про одежду. Нам очень плохо. Наши на самом деле еще не научились ни машины, ни одежду нормально делать. Поэтому ограниченно намного лучше. Лично для нас, наверное, не скажется. Абсолютно. Никак абсолютно запрещали все это. Хочется, чтобы и было тоже со стороны других стран. В европейские машины наиболее качественные машины. Тем более лучшие машины выпускают. Но пока с ними Россия не конкурирует. Если не будет чего-то из-за границы, у нас будет меньше намного всего. А русская, конечно, все очень хорошо, но не всегда так хорошо, как хочется. Мы вообще-то уже давно живем, покупаем вещи европейские, покупаем автомобили. Но я думаю, что сейчас производство, допустим, автомобилей у нас налажено у многих марок в России. Так что я думаю, что наши будут покупать, наши производства. А насчет вещей, я думаю, ну, может, научимся как-нибудь делать. Но также у нас большинство товара китайские и турецкие. Так что я думаю, что европейские не сильно повлияют на нас. Я считаю, как бы это нецелесообразно. Потому что с продуктами я согласна, с продуктами питания. Потому что у нас хорошие производители. Но вот насчет одежды не знаю. Мне кажется, стоит подумать над этим. Потому что в основном одеваются сейчас все равно. И хоть я отечественный производитель, у нас хорошая одежда детская. Ну и подумаю, что есть еще над чем подумать. Ни один из омских дилеров европейских автоконцернов на эту минуту не сформулировал свои точки зрения по этому вопросу. Репортаж об одежде смотрите в выпусках программы «Новости» в понедельник. Новые санкции России могут быть введены довольно скоро. Ограничения на возпродовольствия были введены менее чем через неделю после санкций ЕС и США в отношении России. И на этом фоне новые перемены на продуктовом рынке. В омских магазинах должно появиться больше местной продукции. Это, как считают областные чиновники, поможет сдержать рост цен на продукты. Возможность активного сотрудничества поставщиков с представителями торговых сетей сегодня обсудили у губернатора. С августа после введения санкций на ряд отечественных продуктов цены выросли от 2 до 13%. Больше всего люди жалуются на подорожание курицы. Сейчас в Омске эту продукцию везут поставщики с Алтая из Свердловской и Челябинской областей. И у них высокие отпускные цены. У местных производителей они меньше, но им часто либо не хватает места в магазинах, либо полки под товары предоставляют на весьма невыгодных условиях. Разобраться в ситуации сегодня поручил Виктор Назаров. А до 1 октября чиновники и главы муниципальных образований должны сформировать реестр местных производителей, которые уже сейчас готовы увеличить объемы производства. Нам дано поручение сформировать сегодня реестр всех товаропроизводителей и крупных и мелких, вооружить этим реестром все торговые сети, для того, чтобы этот контакт был минимизирован. Это интервал между сетями, производителями и переработчиками. Основная проблема была именно по охлажденному мясу курицы. Действительно была такая ситуация, что до введения санкции продукция, которая поставлялась из других регионов, она была дешевле, чем наша продукция. Но повышение произошло до 40% на некоторые позиции. А на местную намного меньше. У нас заключен прямой договор с Любинским молочным заводом, с такими сельхозпроизводителями, как Сиба Агрохолдинг, Сибирь Овачпром и Агрокультура. В Омске набирают обороты скандал с пайщиками. В центре города, на улице Масленникова, еще два года назад должен был появиться впечатляющий своими размерами и инфраструктурой жилой комплекс с современными материалами отделки, подземной парковкой, большой детской площадкой и офисными помещениями. Люди охотно вкладывали деньги, покупая паи. Первую очередь комплекса благополучно построили и сдали в конце прошлого года. Сейчас в квартирах уже обосновались счастливые новоселы. Вот только заглядывать в окна они не любят. Во дворе полная разруха, несколько частных домов, рассерженные жители и обманутые пайщики. Теперь уже вместе они пытаются добиться правды. Где их деньги и обещанные квадратные метры? Ведь больше там никто ничего не строит, наш материал. Пайщики встречаются на строительной площадке все чаще и чаще. Но это, пожалуй, первый раз, когда спокойно беседуют друг с другом два лагеря. Жители частного сектора и жители того дома, который должен был появиться на месте покосившихся строений. Оксана Коваль взяла в свои руки организацию подобных собраний. Она такой же обманутый пайщик, как и все остальные. Свою квартиру ждет уже третий год. Говорят, что в данный момент строительства вообще не будет. Именно нашего дома не предполагается строительство. Почему? Потому что в данный момент не могут освободить земельный участок от жильцов, которые проживают в частных домах, находящихся на территории стройки. Казалось бы, очевидная причина, на которой и настаивает застройщик. Мол, жители частных домов просят по 20 миллионов рублей за участок. Вот только эти люди говорят, что к ним ни разу за несколько лет никто не обращался по вопросу выкупа земли. В 2006 году тогда еще мэр Омска Виктор Шрейдер подписал соглашение с инвестором-застройщиком о регенерации малоэтажных кварталов. Администрация города заявила о разработке соответствующей программы по сносу и расселению этих домов. Спустя 8 лет программа продолжает действовать на этом участке, ведь договор никто не расторгал. К тому же в администрации нам пояснили, что строительная компания по условиям этого договора обязана расселить граждан, снести объекты недвижимости для строительства дома, разработать проектную документацию и профинансировать строительство коммуникаций и инфраструктуры. Ирина Борисовна Квартальная вспоминает, когда только стройка затевалась, сразу приватизировали участок. Ремонт не делают уже несколько лет в надежде, что дом с землей выкупят. Я позвонила Пестунову, к директору, я спросила у него, говорю, ну какие движения-то здесь, что нам надо же знать, что-то нам все готовить. А он мне ответил, а вы нам вообще уже неинтересны. Я говорю, как так? Он говорит, а вы можете здесь жить и до конца идти, типа, здесь же мы вас и похороним. Причем слова директора вполне могут стать пророческими. Жители этого дома живут буквально на строительной площадке. Это туалет, и он стоит стена к стене к новостройке. В бараке живет несколько семей, и не все из них приватизировали землю. Софья Рашидовна боится, что дом рухнет со дня на день. За время стройки она пережила несколько землетрясений, ведь сваи в основании новостройки забивали в нескольких сантиметрах от ее дома. Бывал и град из кирпичей, когда возводили этажи. На этой земле, выйдя с крыльца, можно попасть в подвал многоэтажки. Пайщики неоднократно общались с директором компании-застройщика, и каждый раз говорят, их кормят противоречивой информацией. Невнятные обещания о том, что в конце концов дом будет построен. После того, как мы окончательно убедились в том, что строиться не будет, Пестунов говорит, что будет готова площадка на улице Ипподромной. Поговорив с министерством, нам сказали, что Пестунову никакие другие площадки даваться не будут, потому что он находится в разряде непорядочных застройщиков. Департамент архитектуры и градостроительства Омска разрешение на строительство многоквартирных домов 22 и 23 на улице Масленникова не выдавал. С этим вопросом застройщик к ним и не обращался. Договоры ПАЯ, заключенные между Омичами и ЖСК «Центральный-1», не попадают под действие федерального закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и не подлежат государственной регистрации. Мы рекомендовали всем пострадавшим обратиться с заявлениями в управление внутренних дел, в органы прокуратуры с тем, чтобы застройщика или руководство ЖСК, или руководство застройщика строительной компании «Металлург-Маркет» проверили по признакам мошенничества, потому что не имея разрешительных документов, они стали привлекать средства граждан, причем большое количество граждан. Как так получилось и чего ждать пайщикам? С этим вопросом мы обратились к председателю ЖСК. Но от телевизионного интервью мужчина отказался, цитирую. До тех пор, пока ведется разработка дальнейшей стратегии для удовлетворения пайщиков. Конец цитаты. В подъезде уже жилого дома пайщики собирают подписи для коллективного обращения в прокуратуру. А в это время мимо них проходят жители дома, которые готовятся к новоселью. А на сайте компании до сих пор красуется макет жилого комплекса. Денис Ионос, Александр Филиппов, Артем Колесников, Антенна-7. Сговор страховщиков ОСАГО раскрыт. Федеральная антимонопольная служба впервые обвинила страховые компании в незаконности действий при продаже полисов. Как сообщается на сайте ведомства, в список нарушителей попало 14 компаний, работающих в Ростовской области. Среди них Ингострах, Росгострах, Уралсиб, МСК, Резгарантия и другие компании-страховщики. Если суд признает их вину, то владельцам грозит штраф до 29 миллионов рублей. На обвиненных страховщиков пришлось более 85% сборов с ОСАГО в 2013 году в Ростовской области. Подобные дела ведутся и в других регионах России. Остается надеяться, что проверки дойдут и до Омска. Жалобы в нашу телерадиокомпанию не прекращаются. Андрей Амдросов объехал четыре страховых компаний, но так и не смог получить полис. Везде ему предложили дополнительно застраховать жизнь, имущество или даже кота. Да, единственное, на что он сейчас надеется, это телевидение. Потому что сила телевидения, мне кажется, в сегодняшнее время довольно-таки велика. То есть, если мы придаем огласке какие-то вещи, то они быстрее искореняются. И, собственно, так как являюсь вашим зрителем, решил обратиться к вам. Разруха в головах, так цитируя классика, выразился замминистра природных ресурсов и экологии области Юрий Ярцев о ситуации с мусорными полигонами в Омске. С 1 августа по закону площадки для вывоза отходов не могут находиться в черте города. В связи с этим два полигона прекратили свою деятельность. В обществе эта новость вызвала много споров и опасений. Куда денется мусор и что будет с экологией города? Чиновники утверждают, оснований переживать нет. Мусорный коллапс Омску в ближайшее время точно не грозит. Отходы как вывозились, так и будут вывозиться. На следующей неделе два городских полигона ТБО станут принимать мусор снова. До конца года решат все юридические вопросы, которые позволят и дальше работать по захоронению и утилизации отходов без проблем. Оснований для паники нет. Те изменения, которые коснулись, что полигоны не могут находиться на территориях населенных пунктов, поэтому было принято решение об изменении границ населенных пунктов администрации округа города Омска, без изменения границ территории самого города Омска, как округа. И второе, это зарегистрировать имущественный комплекс со всеми сооружениями и в установленном порядке пройти регистрацию и процедуру контроля. Чиновники говорят уверенно, экологической проблемы не возникнет. Сегодня все делается для того, чтобы, а, решить, исполнить все надлежащим образом закон, и второе, не создать критическую ситуацию, которая коснется в буквальном смысле каждого жителя нашего города. А еще ведется создание в Омске отрасли отходов. В частности, формируется закон об отходах производства и потреблении Омской области. К концу 2016 года планируют завершить строительство нового полигона, соответствующего всем требованиям законодательства. Место, где он будет располагаться, пока обсуждается. Известно, проект осуществят насредства частных инвестиций. Его стоимость предварительно составит больше 2 миллиардов рублей. Алла Аксенова, Сергей Гаврилов, Антенна-7. Медленно, но верно очередь в детские сады в Омске сокращается. Уже 1 октября откроется новое дошкольное учреждение на Московке-2, в так называемом квартале Б. Это новый жилой микрорайон на улице Светловская. Сегодня готовый на 95% детский сад показали журналистам. По мнению моего коллеги Дениса Ионаса, такого современного детсада в Омске еще не было. На водные процедуры в детский сад этим утром приехал министр имущественных отношений. Этот бассейн – гордость нового детсада. Взрослые, как водится, лучше знают, что нужно детям. Даже не своим. Руководствуются нормативами. Мне этот бассейн по колено, но таковы стандарты для подобных сооружений в детских дошкольных учреждениях. Кстати, в Омске всего 4 детских сада, оборудованных бассейнами. Здесь с детьми будут заниматься тренеры-инструкторы. Пол с подогревом, специальная нескользящая зона и безопасные поручни из нержавеющей стали. Температуру воды смогут устанавливать вручную. Внимание к мелочам при строительстве этого детсада буквально растопило серьезный рабочий настрой министра Виктора Соболева. Неудивительно, ведь новый объект можно смело брать за эталон. Безусловно, подкупает то, что вот именно грамотная система отопления, вентиляции, подготовленный санузлов, обеспечение комфортной работы и для персонала. Мы увидели отдельные санузлы, это большая редкость, причем в группах. То есть именно внимание к мелочам. Вот сегодня это, безусловно, должен быть тренд. И необходимо при строительстве, безусловно, новых детских садов обязательно все это обеспечивать. Еще о мелочах. Все лестницы имеют перила на разном уровне. Для самых маленьких, постарше и для взрослых. Конструкция без острых углов. Это безопасно. Вот что уж точно вижу впервые в детском саду, так это вот такое помещение. Мне оно больше напоминает изолятор. Но сценарий использования этой комнаты прост. Если ребенок заболел, его помещают сюда, за стекло, и он находится здесь до приезда родителей, чтобы не заразить других детей. Комната пустая, но только пока. К открытию здесь будут игрушки, книжки, в общем, все то, что нужно ребенку в детском саду. Кому-то из малышей может понадобиться комната психологической разгрузки. Да, в этом детском саду есть и такое. Это зимний сад. Уход за растениями, даже нахождение в комнате с большим количеством зелени, уверяют психологи, расслабляет человека. Здесь даже стены красили не на обум. Учли пожелания Роспотребнадзора. С южной стороны у нас помещение в более прохладных тонах, но мы их разбавили, видели отдельной стеночкой, выделили другого цвета. А северная сторона, там, где солнышко у нас поменьше, там мы сделали группы более яркие, более теплые. До сдачи детского сада две недели. Вся мебель уже здесь, ее собирают и устанавливают. Здание рассчитано на 265 мест, что должно покрыть потребность нового микрорайона. Но есть и резерв, можно увеличить до 350 мест. Денис Ионас, Артем Колесников, Антенна-7. Внимание, информация для пассажиров и автовладельцев. В районе пересечения улиц Кирова и Третий Рабочий в эти выходные будет закрыто движение транспорта. С нуля часов в субботу и до шести утра в воскресенье, как пояснили в департаменте транспорта Омска, на участке будут проводиться ремонтно-дорожные работы. В случае, если их не успеют завершить к намеченному сроку, предусмотрено резервное изменение схемы движения автотранспорта. Вот движение троллейбусов будет организовано с разворотом на улице Лизы Чайкиной, а автобусы поедут в обоих направлениях через поселок Восточный. По улицам 25-я Рабочая, 4-я Железнодорожная, Запорожская, 4-я Транспортная, Богдана Хмельницкого и далее по привычным маршрутам. Вклад Николая Константиновича Рериха в российскую и мировую культуру вспоминают в эти дни в Омской государственной научной библиотеке имени Пушкина. Русский художник, сценограф, философ-мистик, писатель, путешественник, археолог, общественный деятель Николай Рерих оставил заметный след в истории не только благодаря своему искусству, но и неугасимой вере в необходимость защиты мирового культурного наследия. Выставочный проект посвящен истории создания Пакта Рериха, договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. В экспозиции 6 разделов и около 180 экспонатов, среди которых 76 фотографий, 15 репродукций картин на холсте. Это основа Гагской конвенции и многие положения, которые даже Николай Константинович разработал, не вошли в нее, потому что он предлагал, что защита культурных ценностей, ценностей культуры должна происходить не только в военное время, но и в мирное, тогда, когда нужно охранять и восстанавливать, реконструировать памятники. И самая главная ценность, что интересно, это человек, который создает эти ценности. Черно-белая история в ярких красках может быть интереснее, особенно если это полотна художников. Показать Омск таким, каким он был несколько десятилетий назад, решили два совсем разных мэтра омского изобразительного искусства – Михаил Михальченко и Сергей Сочивко. Яркая и креативная афиша у дома художника так и манит зайти внутрь здания. Что такое регион 55, начинаешь понимать только в выставочном зале. Пестрая живопись и серая графика. Сегодня здесь Омск двух талантов – Сергей Сочивко и Михаила Михальченко. Такие разные художники Сочивко работают в живописи Михальченко. В графике объединили выставки своих работ в одном зале неспроста. Сочивко и Михальченко – не только друзья и коллеги. У них и один юбилейный год на двоих. А какой цифре еще в Омске, как не 55, стоит уделить столько внимания? 55-летний график и живописец – совсем не уроженцы 55-го региона. Сочивко – из Кемеровской области, Михальченко – из Павлодарской. Но именно Омск стал для них второй родиной. После армии вернулся именно в Омск, потому что Омск почему-то меня пленил, пока я здесь учился в училище. И отношение людей к живущим мирам. Город стоит на слиянии двух рек. Все это повлияло на то, чтобы мы остались здесь. Мне обидно слышать, что мы живем в регионе, который называют депрессивным. Позвольте с этим не согласиться. И вот данная выставка – подтверждение тому, что в регионе живут интересные, творчески активные люди. Нам здесь жить, нам здесь созерцать и жить дальше. Бежать мы отсюда никуда не собираемся. Пасмурный день, омские дворики – обычные портреты обычных людей. Или вот такси в ночном Омске. В работах Сочивко и Михальченко – не просто красота города. Здесь его история. По полотнам художников, которые сегодня работают еще и на одной кафедре в Омском государственном институте сервиса, можно проектировать Омск. Экс-главный архитектор города Альберт Каримов предлагает расширить границы выставки. Это просто иллюстрация к тому, что нужно возрождать. Потому что наше историческое наследие является тем, что может вновь привлечь внимание нашему городу, обеспечить ее инвестиционную привлекательность. И главное, вы знаете, есть вот такая фраза, заумная, но она очень просто расшифровывается. Инвестиции в человеческий капитал. Вот здесь мы видим, как это реализуется на деле. Впрочем, такое прочтение истории по нраву и молодому поколению студенты-преподаватели художников уже успели оценить синтез техник. Графика и живопись на первый взгляд не сочетаются, но в этой выставке вот эти яркие полотна Сергея Сочевского очень хорошо гармонируют с графикой. И эта взаимосвязь прошлого и будущего, я считаю, это действительно очень интересно. Чтобы познакомиться с Омском, Сочевка и Михальченко у амичей и гостей города есть две недели. Регион 55 открыт для своих посетителей в Доме художника до 28 сентября. Марина Бугрова и Сергей Гаврилов, Антенна-7. Позвоните в редакцию Антенна-7, если у вас есть новость или проблема. Работает автоответчик. Приятных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин